В России зарегистрирована первая вакцина против новой коронавирусной инфекции. Они заботятся о тех, кто в зоне риска и делают все, чтобы их подопечные не остались в одиночестве, а будут их социальных работников в условии пандемии. За нарушение санитарных требований административная ответственность. Межведомственные группы в ходе рейда выявляют нарушения. И начнем выпуск с оперативных данных по коронавирусу. По данным регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки зафиксировано 52 новых случая заболевания. Выздоровело 36 человек. За весь период пандемии инфицировано 3173 жителя Калмыкии. Вылечилось 2222. В инфекционной больнице с симптомами ОРВИ госпитализировано 349 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 10 пациентов, из них четверо на ИВЛ. На домашней самоизоляции 1320 человек. У нас растет заболеваемость среди коллективов. У нас на сегодняшний день в 12 бюджетных учреждениях зарегистрирована заболеваемость. В большей половине случаев они не обошлись единичными заболеваниями. Если есть возможность, держите своих сотрудников на удаленной форме работы. Если вы проводите какие-то совещания, планерки, соблюдайте социальную дистанцию. Используйте ультрафиолетовые рециркуляторы, проветривание, дезинфекцию всех горизонтальных и вертикальных поверхностей. В России зарегистрирована первая вакцина против новой коронавирусной инфекции. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалея. Клинические испытания проходили на базе Сеченовского университета Минздрава России и филиала главного военного госпиталя имени Бурденко. По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. Обеспечение горячим питанием начальных классов работ образовательных учреждений с 1 сентября по новым санитарным требованиям были рассмотрены на совещании под председательством Владимира Путина. Как было озвучено, с 2013 года питание обеспечилось только за счет региональных и муниципальных средств, либо за счет родителей учащихся. Бесплатно оно было доступно лишь льготной категории из малообеспеченных или многодетных семей, а также детям-сиротам и инвалидам. В этом году глава государства поставил задачу, чтобы до 1 сентября 2023 года все ученики младших классов во всех субъектах были обеспечены бесплатными качественными горячим питанием. На текущий год предусмотрено финансирование на сумму около 22 миллиардов рублей. Подготовлено, соответственно, распоряжение о выделении средств тем субъектам Российской Федерации, где все, без исключения школы, готовы организовать горячее питание. Таких регионов 58. В оставшихся субъектах Российской Федерации требования о полной готовности все школ не выполнено. И, соответственно, средств им пока выделяться не могут. Где-то есть несколько школ, в которых нет столовой, где-то нет технической готовности пищеблоков, где-то местные власти не успели все подготовить. Наверное, несправедливо наказывать одни школы за то, что другие в их регионе оказались не готовы. В этой связи мы пришли к выводу, что надо изменить правила предоставления федеральных средств. Так, чтобы регионы, которые ранее не могли претендовать на это, получили субсидию уже в этом году. Ее размер будет рассчитываться, исходя из количества школ, которые полностью готовы предоставлять горячее питание, ну и числа учеников начальных классов. В остальных же школах, которые пока не готовы, финансирование организации горячего питания будет еще за счет средств регионов. Федеральные средства для этих школ они начнут получать только после того, как приведут их в соответствие с установленными требованиями. Я сейчас обращаюсь ко всем руководителям субъектов Российской Федерации и прошу администрацию президента взять это на контроль, довести до конца. Нужно, чтобы все школы, чтобы все ученики во всех школах Российской Федерации пользовались теми льготами, по сути, это льгота, бесплатное питание для учеников младших классов. Чтобы все дети в стране имели такую возможность и чтобы все семьи этим могли воспользоваться. По данным Министерства образования Калмыкии, на сегодняшний день все пищеблоки образовательных учреждений готовы на 100%. Сейчас профильное ведомство ждет официального распоряжения правительства России, согласно которому регион получит федеральные средства. В этом году в Калмыкии за парты сядут 14 587 учеников начальной школы. Также был рассмотрен вопрос, волнуюсь и сегодня многих россиян, в каком формате начнется новый учебный год. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что 1 сентября школы начнут полноценную работу в нормальном очном режиме с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. И первым испытанием для учащихся станет сдача ВПР для 5-х и 9-х классов. Все мы видели, в каких непростых условиях завершался предыдущий учебный год. Нам важно точно понять, как произошедшее отразилось на уровне знаний школьников. Поэтому в самом начале нового учебного года мы проведем диагностику для 5-х и 9-х классов. Постараемся выявить возможные пробелы в знаниях. По результатам проведем точную адресную работу по их устранению. Кстати, в год памяти и славы традиционный всероссийский урок 1 сентября будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. К другим темам. В период пандемии весь мир благодарит врачей за их тяжелый труд. Но есть и те, кто трудится на передовой, но их самоотверженную работу не замечают. Это сотрудники социальных служб. С начала пандемии именно они заботятся о тех, кто в зоне риска. И делают все, чтобы из-за действующего режима изоляции их подопечные не остались в полном одиночестве. Наш корреспондент Светлана Аджиева провела один день с соцработником. Я вчера согласовала закупки со своими подопечными, что нужно, что не нужно. Более уточнила. Купила носочки, искала чистый хлопок, спасибо нашла. Теперь мне нужно будет оплатить все коммунальные услуги, закупить фрукты, овощи, сделать уборку. С раннего утра Ирина Викторовна на ногах. Первым делом покупает продукты и разносит их по закрепленным за ней адресам. У каждого подопечного соцработник бывает три раза в неделю. В среднем на один визит уходит полтора-два часа. Зимой больше. Отоварить весь список в одном магазине получается не всегда. Поэтому для каждого подопечного нужно обойти как минимум два продовольственных магазина и одну аптеку. Конечно, помощь соцработника ограничивается не только походом за продуктами. Работать приходится с людьми, страдающими расстройствами памяти, постоянными перепадами настроения, не говоря уже о серьезных проблемах со здоровьем. 83-летняя Лидия Абудушева полгода не выходила на улицу. Из-за аллергии и невыносимой жиры одежду для подопечной, поясняет Ирина Фуга, необходимо покупать из натуральных тканей и практически ежедневно проводить уборку квартиры. Но самые трудные моменты в работе, по словам Ирины Викторовны, в основном связаны со здоровьем подопечных, когда нужно действовать незамедлительно, срочно вызвать скорую или самостоятельно оказать первую помощь. Кроме того, исполнение обязанностей требует физической силы и выносливости, учитывая, что большинство социальных работников – женщины. За Валентиной Калушкиной Ирина Фуга ухаживает с самого начала своей трудовой деятельности. Одинокая 74-летняя женщина после операции лишилась возможности самостоятельно выйти на улицу, сходить в магазин. «Если бы не соцработник, я не знаю, было бы очень тяжело, в это, знаете, лишний раз не выйдешь, вот, и смотришь так на всех людей, все маска как-то дико, вот. И особенно в это время помощь ее очень многое значит для меня. В том тяжести мне нельзя поднимать, а в основном тяжести ей приходится поднимать. Вы представляете, за 33 года, я ведь у нее не одна, у нее до 15 человек всегда. И вот сколько тяжести она таскает, это, я даже не знаю, как сказать, здраво, если подумать, да, столько тяжести она перетаскала, это, наверное, вагонов 50-60, если не больше». С начала распространения коронавирусной инфекции работа у сотрудников комплексного центра социального обслуживания населения стала напряженная, не только физически, но и эмоционально. В Элисте 70 сотрудников практически в круглосуточном режиме, обслуживает 700 пожилых людей. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты, медицинскими масками, перчатками и антисептиками. Каждый день выходят на работу, соцработники тоже рискуют здоровьем. Общественный транспорт магазина – это места массового скопления, где высока вероятность заразиться. Но, по словам Ирины Фуга, главная для них – безопасность и забота о своих подопечных, которые всегда говорят «спасибо». Светлана Аджиева, Максим Мятежный, информационная программа «День республики». В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Элисте продолжаются рейды по торговым точкам. В этот раз инспекторы повторно проверили магазины непродовольственных товаров в центре столицы. По словам членов межведомственной группы, при первой проверке в одном из магазинов косметики были выявлены нарушения. Отсутствовали рециркуляторы воздуха, персонал работал в масках, но без перчаток. Неделю спустя выяснилось, что здесь продолжают игнорировать замечания и по-прежнему полностью не соблюдают требования Роспотребнадзора. «Повторная проверка показала, что оборудование организации не приобретено на сегодняшний момент. Со слов администратора решается вопрос о его приобретении. Сроки поставки также неизвестны со слов». «Других замечаний?» «Нет, других замечаний не установлено, только это замечание». «А в отношении убийцы магазина кто-то будет составить?» «Да, мы будем рассматривать вопрос о возбуждении административного производства в отношении юридического лица». Кадровых перестановок не будет. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил новый руководитель Следственного управления Следственного комитета по Калмыкии Алексей Сердюков. И в этом новом высоком статусе продолжить служить стране, региону и жителям. Главная задача – соблюдение законности при расследовании уголовных дел, оперативности и защита прав и интересов граждан. Сердюков выразил уверенность, что при поддержке коллектива все поставленные задачи будут выполнены на должном уровне. «Перед нами ставят задачи, чтобы наши территориальные подразделения работали максимально слаженно, эффективно и делали все для того, чтобы население был, контакт с населением прямой, открытый. Чтобы граждане, у которых существуют проблемы на местах, могли всегда обратиться к нам и услышать наш ответ, чтобы ответ был дан конкретный и как можно оперативнее». Ранее Алексей Сердюков проходил службу в органах Следственного комитета Саратовской области и Пермского края. И в Калмыкии уже познакомился с руководителями министерств и ведомств и договорились о взаимодействии. «Я постараюсь, используя свой опыт работы в Центральном аппарате, в других регионах Российской Федерации, передать этот опыт сюда положительный. И с учетом уже особенностей из публики, внести коррективы в работу и сделать ее более эффективной». Сегодня на пересечении улиц Джангара и Хамутникова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой автомашины «КамАЗ» и «Иномарки». В результате происшествия у легковушки были повреждены лобовое стекло, капот, элементы двигателя и передний бампер. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося выясняются. «В результате дорожно-транспортного происшествия ранение получила водитель легкового автомобиля «Мазда». В настоящее время органами внутренних дел проводится проверка по факту происшествия. Причины обстоятельства устанавливаются». Около 15 тысяч жителей Лаганского района продолжают пользоваться привозной водой, так как комплекс водоочистных сооружений в Лагане требует капитального ремонта. Объект был построен в 1982 году и там ни разу не проводился ремонт. К решению проблемы подключились астраханские специалисты. Как пояснил глава Лаганского РМО Ачира-Чиров, сейчас в срочном порядке ведутся исследования объектов, откуда вода попадает в централизованную систему, а затем в дома лаганцев. Параллельно принимается комплекс мер, чтобы устранить аварийную ситуацию. На решение этих проблем изредбюджета было выделено более 8 миллионов рублей. «В данный момент будем аккуратно распределять их и в первую очередь у нас будут устранены проблемы с очисткой воды, а именно реанимированы два осветлителя, будет проведен капитальный ремонт двух фильтров, а также проведем работы по очистке Красненского водохранилища». И еще сегодня в России вспоминают погибших на подводной лодке «Курск». Трагедия произошла в Баренцевом море 20 лет назад. Причина гибели моряков – взрыв в торпедном отсеке. Трагедия унесла жизни 118 подводников. Во многих российских городах состоятся траурные мероприятия. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке, в IPTV, Зеленой Точке и Ростелекома, на сайте РИА Калмыкия в специальной вкладке и на официальном аккаунте в Instagram – reaccount.ru. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин